Все на стреме, все на... В общем, крепимся-то и терпим, да и все. Так близко в Днепру, вы не боитесь, что будут прилеты? Моя деточка. А что делать? Боимся. Боимся. Ну, у нас подвал есть, мы прячемся в подвале, соседей в подвал забираю. Так что, все хорошо. А почему не выезжали? А я собаку не могу оставить. Я не могу его оставить, понимаете? Рекс – это преданный друг человека, преданный, его нельзя оставить. Мы уже различаем, где прилет, где отлет. Это отлет. А как вы оккупацию пережили? Нормально, как все. Как все. Ну, как мы можем пережить? Мы их посылали туда, где корабль. Российский. Москва пошла. Знаете, куда? Ой, мы их туда посылали. Они прямо сюда приходили? Они приходили, они шли, мы их посылали. Они – добрый день. А мы говорим – да пошли вы. Потому что... Я говорю – какой добрый день? Вот я иду на базар, там стоит и говорит – добрый день. А я говорю – кому? Добрый день. А что не добрый? А я говорю – был добрый, когда вас здесь не было. А когда вы появились – это ужас. Ну, что, мы же вам ничего не делаем. Я говорю – мальчики, идите вы все. Ну, они там охраняли бы, там, наверное, какой-то со звездочками. Спал, наверное, в пятиэтажке. Так что... Не-не, мы с ними не дружили, не дружим. И, наверное, наши ни одно поколение будет их ненавидеть. Понимаете? У меня дочь в Днепре, так она говорит, она вчителька. Она говорит – мама, я не думала, что я буду так ненавидеть людей. Говорит – не могу, я бы их... Говорит – мне кажется, что я бы их кусками резала. Вот так. Я говорю – дочь, а так нельзя? Она говорит – можно. Можно. Они говорят – что с нашими детьми делают, что с нашими домами делают, что со всем. Ну, ничего. Переживем. У нас все будет хорошо. Я говорю – все, не переживайте. Ну, разбомбили. Восстановим. Все восстановим. Мы еще сделаем такую красивую Украину, что она никогда такая не была. Все будет доброе. Главное – верить, верить. И все будет хорошо. Что? Продолжение следует...